Приветствую вас. Я бы выделил два момента, которые, на мой взгляд, являются здесь определяющими. Первый момент заключается в том, что вы, судя по всему, боитесь близости. То есть вы начали вести себя так, не с чего-то, не с пустого места, начали вести себя так, потому что боитесь близости. То есть в отношениях с мужчиной вы, условно говоря, перешли на негатив, вот такой негатив. После того, как убедились в том, что человек настроен к вам достаточно решительно, достаточно серьезно. Вот, вы увидели, что он готов ради вас на много, ну, к примеру, да? Вот. И, соответственно, вы испугались, вы испугались ответственности, потому что вам было 16 лет. Я полагаю, что с тем молодым человеком, к которому вы ушли от первого, вы уже расстались. Я так подозревал. Я так полагаю и подозреваю. Соответственно, если вы расстались с ним, то вполне вероятно, что испытываете потребность. Испытываете потребность в том, чтобы получить то, что давал вам первый молодой человек человек, какая именно его любовь, его поддержку, его заботу, его тепло, его ласку и так далее. Его внимание к вам, вероятно. Вот. Понимаете, какая штука. То есть, вот эти все, эти все моменты, да, вот все то, что он вам давал молодой человек, вы сейчас хотите за себя получить. И именно из-за того, что вы не можете этого получить сейчас, ибо самого молодого человека уже нет с вами, да, собственно говоря, вы себя обвините. Только так, эээ, то есть, данная история, эээ, вот, обвинение себя, эээ, обратно пропорционально тому, или прямо, вот, не мотивация, не мотивация, ну, короче, короче. Чем больше вы себя обвиняете, да, тем сильнее ваша потребность, нет, все таки прямая, прямая пропорция. То есть, чем сильнее вы нуждаетесь в том, что вам давал мужчина, молодой человек, да, ваш, чем сильнее вы в этом нуждаетесь, тем сильнее вы себя вините за то, что происходит. Потому что по-другому реализовывать, эээ, свои потребности, да, по-другому реализовывать то, что вам нужно, в общем, вы нуждаетесь, вы не умеете. А обвинение, вероятно, вы, вот, механизм, эээ, паттерн, паттерн, обвинение вы, ээээ, переняли у своих родителей, которые также обвиняли вас и, вероятно, друг друга, эээ, вот. Значит, так, я сейчас посмотрю, какие у вас вопросы еще были. Из-за чего так делали? Так, из-за, значит, страха близости. Что мне делать сейчас, чтобы не пилиться на себя и перестать так чувствовать из-за того, что было? Ну, во-первых, эээ, я полагаю, что вы можете перед мужчиной извиниться. Всегда. Можете сказать ему прости и так далее. Вот. Ибо я уверен, что... Комбэкты у вас всего сохранились. Вот. Это первое. Вот. Ну и второе, соответственно, то, что я уже вам сказал. Да, по поводу, вот. Ну, по поводу того, что вы в чем-то нуждаетесь. Дальше. Вы пишите, что чувство вины вас мучает последние полтора месяца. Месяц или полтора. Значит, что-то произошло. Вот. Что-то произошло эти полтора месяца назад. Что-то случилось. А эти полтора месяца назад. Вот надо бы подумать, что именно случилось полтора месяца назад такого, что вызвало у вас чувство вины. Дальше. Вот вы пишите, значит, когда мы познакомились, я почти сразу влюбилась в него, он, видимо, меня тоже, и почти сразу мы начали встречаться. Ага, значит, влюбились. То есть идеализировали человека. Ну, потому что влюблённость – это идеализация. Вот. Ну, опять же. Вопрос к вам. Да. Как вы его видели, как вы с ним относились тогда? Вот. Можно вернуться, можно вернуться, вернуться в то время, поисследовать в то время. Когда, собственно, выбили в новое отношение, чтобы лучше понять, что происходило между вами. Вот. И, соответственно, можно будет подкорректировать вас. Ну, подкорректировать то, что вы делали тогда. И почему вы делали тогда. Да? Да. Вот. То есть всё это, как бы, корректировать, всё это поправляется. Вот, в принципе, наверное, так. Думаю, можно вам ответить. Ответить. Вот, вы пишите, что полгода или девять месяцев стало, как сама не своя, что-то вам не применилось, я начал всё хуже, хуже к ним относиться. Ну, это, опять же, это нужно анализировать почему-то. то есть, что с вами происходило. Вот, может быть, вы считаете, что, к примеру, недостойные отношения. Вообще. Такое тоже может быть. Вполне. что вы, что вы, что вы просто недостой, недостойные отношения, и, таким образом, вы, таким образом, вы реализуете, опять же, родительский сценарий, свой, то есть, родители вам внушили, что, в отношениях, быть вы не должны. Вот. Вот. И вы теперь, вот, реализуете этот момент. Может быть так. Может быть. А на этом, в принципе, всё. Я думаю. Надеюсь, что, помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова